Мама, как там отец? Не рискнула к нему подходить? Опять сам себя бесит. Кемаль! Да что, мама, что? Ты исправишь свою ошибку, понял? Ты сделаешь так, что она тебя простит, понял? Я не буду этого делать, отец. Ты это сделаешь. Хватит уже. С тех пор, как ты пришел, я ничего не говорю, ну хватит уже. Ты сдержишь слово, которое я дал когда-то Хандан. Ты сделаешь так, что она тебя простит, ты меня понял? Кто хочет, чтобы она меня простила? Кемаль! Ты вообще кто такой? Мехмед Кемаль, ты вообще кто такой? Ты сын мой. Я руковожу этой семьей. Твое слово в этом доме ничего не значит. Я не позволю тебе все испортить. Мы привязали свою жизнь к этим людям. Сейчас из-за того, что ты разлюбил ее, я не позволю тебе потратить нашу семью ради этого. То есть все из-за денег. Закрой, ебало. Эти деньги будущее наше. Да ты не учился на эти деньги, а? Раз ты не растрачивал эти деньги направо и налево, а? У тебя будет свадьба, Хандан. И точка. Не будешь вякать после моего окончательного слова. Назире, воды принеси. Не перед кем я не буду извиняться, отец. Все кончено. Понял меня? Я люблю другую. Чего? Мехмед Кемаль, не вздумай стоять ко мне спиной. Вы тоже услышите? Алло, Назире? Я сказал, что хотел, отец. Я люблю другую. Алло, Назире, что происходит там? Хватит! Заткнись уже. Тоже мне любит он другую. Уж не будешь, извини. У тебя будет свадьба с Хандан, Мехмед Кемаль. Это мое последнее слово. Кто же мне он любит? Надо мне тут сказки сочинять. Что ты можешь знать о любви, а? Что ты можешь знать? То, что ты называешь любовью, это ложь и сказка. Папа, хватит. Люди эгоистичные. Никто никого не любит. Может лишь казаться, что любишь. А знаешь почему? Потому что есть лишь взаимовыгодные отношения. Если я убираю от тебя свои руки, да ты сдохнешь с голоду, понимаешь? Что вы будете есть, любимый? Любовь, что ли, свою? Папа, говоришь себе, хватит, хватит. Ты, возможно, никого не любишь. Возможно, ты и нас не любишь. Но я люблю. И тут не просто кажется, что я люблю. Я от сердца всего люблю, понимаешь? От сердца. Я хорошо знаю, каково это любить кого-то. Но ты этого не знаешь. И если весь мир будет думать так же, как ты, я все равно свое мнение не изменю. Я люблю Бахар. Что ты говоришь? Она тебе тоже надоест. Мехмед Кемаль. Говорю тебе, стой. Усман, ради Всевышнего. Кемаль, сынок, пожалуйста, а? Если ты еще раз выйдешь с этой двери, то больше не вернешься назад. В моем доме есть место только для человека. Если под человеком ты имеешь в виду того, кем являешься ты, отец, если это значит, что я должен ценить только деньги, отец, то меня не жди. Потому что из меня никогда человека не получится. Ты знала. И мне не сказала. Я... Я только узнала. Папа, поверь, все так быстро произошло. Стыдно должно быть тебе. Ты вся протухла в грязной лжи. Это из-за тебя наша семья в таком состоянии. Я кинулся тебе, Усман. Да кто клятве твоей поверит? Никогда не поумнеешь, да, Зухра? Никогда не поумнеешь? Один брат закончил, другой начал. Да не смелее, потому что ты позволяешь им. Только ты виновата в том, что семья наша в таком состоянии. Папа, все, что случилось, случилось с Джунейтой и Закемаля. Мама-то в чем виновата? Ты-то рот закрой, Йолдыс. Йолдыс. Ты довела этих детей к такому состоянию. Ты их вырастила таким же слабыми, как и ты. Но ты не справедливо поступаешь, папа. Мама сделала все, что могла. Более того, она даже поговорила с мамой этой девушки. Ты тоже знала, что ли? Ты тоже, что ли, знала, Йолдыс? Папа, мама сделала все, чтобы помешать Кемалю. Она ни в чем не виновата. Она виновата в том, что обманывала. Вы маму свою не знаете. Она всегда была такой. Не говори ты так. А как мне говорить? Ты на что, надеюсь, лезла в это дело, а? Кто ты такая? Кем являешься? Хватит, молчи. Отчего? Пускай все узнают. Доченька, Ферман. Работники мои. Пускай все узнают. Это все ты. Из-за тебя дети научились промышлять за моей спиной. Ради всего, что не надо, господин Усман. Я ни в чем не виновата. Мы... Мы все тебя боимся. Поэтому мы все от тебя скрываем. Потому что ты своих детей научил не любить папу, а... Его боятся. Папа, папа, папа. Мама. 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 Сестра Зухра. Мама. 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 Пожалуйста. Мама, нормально все. Да нет же. И у Кемали, и Дженетты, и телефон выключены. Юлдис, ладно. Ты слышала, доктор. С мамой все нормально. Не надо пугать людей. Назире. Это лекарство доктора, да? Да, работник купил и приехал. Мама. Выпей одно лекарство, ладно? Возьми, дорогая. Я лишь думал о том, чтобы у детей моих все было нормально. Что еще я сделала, Юлдис? Пожалуйста, не расстраивайся. Мы знаем, что происходит, мама. Не расстраивайтесь, мама. А то вам только хуже станет. Останьте нас недолго наедине. Юлдис. Нет. Юлдис. Когда ты так смотришь на меня, я умираю, Зухре. Я умираю внутри. На протяжении всей своей жизни ты боялась меня. Смотрела на меня так. Убивала меня этим. Хватит уже расстраиваться. Мехмед Кемаль вернется домой. Если по-хорошему не получится, будет по-плохому. Но он вернется домой. Он вернется домой. И у него будет свадьба с Хандан.